привет с вами константин о май гад был и сегодня вы свою трансляцию не из-за руля прямо своего логова я практически я конечно не за рулем но у меня теперь другой руль вечер в хату и я я сижу и играю вот такие вот детские детские штуки как вы относитесь к великовозрастным болваном очень интересно ваше мнение так привет 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 так мои люди собрались теперь можно поговорить как вы относитесь такие бренд привет так люди но как все зашли подписались на пред 54 быстро быстро я сказал так привет шоу мужик на диване начинается до начинается шоу мужик на диване собственно я думаю начать нужно по утрам потому что когда все люди работают и а ты будешь на диване сидеть вот тогда тебя будут по-настоящему ненавидеть сейчас вечер все отдыхают после рабочего дня в принципе это нормальная ситуация вот нужно делать шоу когда все спят о когда все на работе тут и по знаку зодиана зодиана бы зодиака я овен 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 главное тебе по кайфу слушая так вот да так вот я тоже думаю плохо относишься от мисс именно относится плохо таким вот таким увлечением вот я буквально вступил в эти ряды недавно что мне быстро надоедает почему может быть я не не в той не в той играю как бы не за сейчас насмотрюсь и опять снится будешь черт побери вот это вот это вот эта проблема у тебя вот это у тебя проблема мне бы ваши проблемы мадам как работа привет на работа работа не волк ник не как возьмите меня к себе в отдел здорово костяна привет привет николай привет в питере бываешь бываю вот все вот эту руку я сделал в питере был там раз пять так как нашел хорошего мастера и летал туда и вот он мне рисовал рисовал и нарисовал все с глазами да опять бухаю как обычно вы же знаете я я я все время накатываю шантарам дочитал нет еще я его слушаем еще не дослушал но мне чем дальше тем больше нравится поэтому советую шантарам классное классное произведение не знаю я читал на форумах различные об этой книге разные там версии но я придерживаю то что мне нравится может быть ввиду того что я больше не так у меня много прочитанного в моей жизни ну соответственно мне вот это нравится мне не с чем может быть сравнить но мне нравится шантара мне нравится ко мне пойдешь на работу пойду пойду возьмите медаль на работу то у меня скоро пролежень пролежни начнут как на личном все хорошо на личном друзья все отлично как гозис относится ровно абсолютно слава богу за ровно костян давай на дом 2 вот только вот говорю о работе а вы не опять на дом 2 опять на меня хотите по танкики предпринимая воронеж воронеж привет так привет из питера питер питер пить хорош мне нравится пить пить украина действительно ближайшие снг с нами здесь вот так вот друзья пойти на завод до завода все закрыты 26 марта пожалуйста можете на новый год все поздравить конечно а кто там надеюсь идиоты конченые сидят знаете сколько людей столько мнений на самом деле там все нормальные люди абсолютно просто ввиду обстоятельства надо быть таким наверно не знаю а я вот заказала себе книгу дневник жены юмориста написала жена марте 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 сяна так и как боюсь предстоит просить сегодня эфир ночной вообще жесть это что такое а в этом на проекте расскажите расскажите что же там происходит нам всем интересно давать привет севастополь севастополь при ты умничка хоть из работы уставшим но бодрячком сегодняшняя работа заключалась в том что я взял документы на автомобиль который нам одни нехорошие люди повредили и я поехал в страховую компанию оформлять его по каскам все я просто прочитал простоял два часа в пробке оформил машины приехал домой вот я от наработался мать мою женщина хоть поставь малолеток на место всех на доме 2 я что и мама что ли папа жизнь как говорится научить передаем моей дочке привет дочке уберите от экрана здесь в росли дяди зачем ваши дочки косе пресс балашихи балашиха держись ровно пацаны давно хотел спросить ты чё такой красивый но это потому что мамка мамка у меня с папкой такие такие вот у меня так какие планы на год планов на новый год нет но хотелось бы конечно оказаться где-нибудь в теплой стране так учуя учуя есть работу чуя учуя есть работа чуя слишком требовательный он меня замучает я не хочу мило привет как как по парали на проект что 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 не понял бред из полтавы полтава привет какой-то сладкий черт побери черт побери черт побери надо запить этот комплимент то слишком слишком сладко для это это короче не это не бухло это не бухло это простая вода поэтому не надо говорить что я бухая водку с горла я просто как как приличный человек пью водичку понять поэтому не надо здесь рассказывать на после эфира что я алкоголь так какой-то какой-то там безус бегал с писюном и садился на маленькую девочку сверху это нормальные вещи это так так бывает так бывает ну что ездил куда-нибудь отдыхать пока еще не ездил но вот хочу выберусь обязательно выберусь есть пару предложений вот думаю вот рассказывайте это конечно ничего страшного там нет что в жизни всякое бывает привет прям толпа людей тут у меня да толкушечка толкушечка а представь вот 65 человек где-то а а сколько это вот это да так еще не пришла 1 ноября придет курьер а еще не пришла понял про книгу я понял расскажешь потом нам в Алтае нло прилетела слушали здесь это здорово на самом деле наконец-то кто-то нас спасет хотел бы с тобой встретиться когда будешь в питере хорошо обязательно прочту расскажу да 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 расскажешь обязательно убежать ты так часто видишься как часто ты видишься с сыном стараясь чаще чаще мне хотелось бы стараясь чаще но вот как прилетает так сразу водитель нам нужен категория bc я иду я иду к вам я иду к вам даю bc вместе с эти тоже категории я вам прям нужен чувство нато по зависимых друзей в эфир значит что ты вопрос задаешь почему так мало людей смотрят почему так мало людей смотрят откуда все знаю зачем столько тату зачем такие вопросы с какой целью ты интересуешься но вот такие же у людей есть какие-то желания вот у меня было такое желание но вот как-то так привет из израиля привет братья когда увидимся с тобой никогда только если где-то во дворе у тебя муж есть иди к мужу интересно гости смотрят на меня она наверно смотрит меня на своих открытках в альбомах так кости ты с гостью сообщаешься нет мы не общаемся почему бывший бывший объявляется просто как сам предложил расстаться но мы видим а никто не дает он тебе по старой памяти ходит потому что ты всегда ему рада и он спускает на тебя свои потребности вот так как как бы это грубо не звучало пресс холодного кемера у нас так холодно жуть сегодня в москве было минус 1 утра тоже холодно снег у гостя на кухне что-то гремел это не я это не я молодец запомнил до запомнил тебя ты в москве до автограф до этого это твой кумир приложить сейчас я тебе оставлю тебя отметил все ходи так ему не все равно она кошка драная да нет но не драная она просто кошка которая гуляет сама по себя у тебя пошлые шутки это жизнь такая 69 смотрит человек да что-то в этом есть 69 человек слушай что-то в этом есть привет дай свой номерок записывай три ноля два ноля ноль и вообще говнюк но я сдал тебе что у тебя мушнишься ладно ничего марина кот тоже пушист что какие девушки нравится нет такого описания какие девушки нравится нравится которые которые хорошие хорошо воспитана интересные не знаю но она нет такого что вот если она такая будет значит точно да вот как-то должно что-то внутри зажать зажечься теряется скромные девушки не без этого слишком раскрепощена это очень плохо на самом деле это вот когда слишком раскрепощена ты попользовался ну так вот даже грубо ну и все скромную девушка хочется хочется как-то что ли раскрывать лицо опять у меня не такой это я говорю пью потому что опять я же я же вечно пьяный говно костик привет ты красавчик спасибо спасибо за описание от счастья не описывайся не описывайся не описывайся господи уже читать не в москве круто я в рязани живу не знаю наверное круто в москве обычно в рязани это тоже хорошо везде хорошо там где нас нет на самом деле ты классный ты мне нравишься лай 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 ай как молодец ты сказала а ты хорошо воспитан я плохо я плохо поэтому мне нужна девушка которая хорошо воспитана чтобы как-то на меня хорошо влияло чтобы я рос чтобы я духовно рос но тебе нравится только модели какие модели мин раз какие мне нравятся модели что значит модели это что-то погоде скучаешь и разлюбил разлюбил привет калининград привет калининград гозим не совсем хорошие воспитана хорошо да там было совсем другое девочки не стремно сами вешаться так ну ка не не говори здесь не провоцируй здесь вот что-то гонесешь вот нет им не стремно вот ве вот все продолжать в том же духе с вами базиком общаешься общаешься какие у какого цвета у тебя глаза ну-ка посмотрите 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 вроде как какой-то темно-голубой что внешне каких девушек предпочитаешь внешне тоже нету типажа вот типажа нету не знаю не могу сказать ухоженная девушка должна быть ухоженная вот ухоженная которая следит за собой с розы возобновил общение на теперь свободно нет я с такими людьми я не общаюсь или предатели понять как и из-за каких-то там мимолетных отношений поставила точки в общении с товарищем так нельзя же господи так нельзя поэтому поэтому я не буду больше не общаться вот так я подхожу по твоим параметрам какая ты молодец я же ничего не сказал а ты уже подходишь ты умничка для чего мужчины берут паузу в отношениях может это когда-то бесит пауза в отношениях боится принять решение скорее всего возможно так или ты просто задолбала что ему нужно передохнуть чуть-чуть но это все конечно значит ты не особо ему не особо ты ему когда давай возьмем паузу это под отебись вот это вот так да отебись пожалуйста вот давай 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 не сиди не сейчас вот пожалуйста ты всем в рот носки запихиваешь стараюсь стараюсь всем но не всем получается вот если кому-то кто-то хочет запи я могу гостья слишком раскрепощенная не на самом деле она хочет казаться она хочет очень казаться хочет раскрепощенная потому что она думает что так вот легче с мужчиной потому что из-за неимением другого она вот то есть духовно не рад слабая на а духовно а вот этим думаю возьму и вот так вот он живет то есть это раскрепая она хотела бы по-другому как-то завоевывать мужчина она только раскрепощением своим ну как-то потому что больше не наполнено и это не ее проблема кстати это очень много девушек вот так вот мучается мучается практически с родителями редко видишься но к сожалению да так что если мама ты меня смотришь мама мамочка на тебя хочу встретиться с тобой это хорошее желание закрепи его мысли материализуются черт побери может быть завтра я пройду из мы столкнемся с тобой и все так что это за тату где-то я уже где-то я это давал уже где-то дедовка где-то я уже отвечал об этом все что мне дорого что все что я могу объяснить что мне дорого все здесь теперь же не нравится хорош если девушка раскрепощена это не знаю что она плохая опять же это неплохо тоже нужны машины манна работал нужды нужны тонары есть давать хотите купить поставить давайте пишите если есть бабки звоните мы купим машину будем с вами работать поставим на рейс будет с вами кататься кристина тебе нравится какая кристина что за кристина я не знаю красавчик спасибо как дела отлично тупой ты какой-то ну вот оно и первое разочарование я согласен с тобой уходи отсюда какое у тебя образованием выше факультет политических наук и социального управления связь с общественностью и рекламы есть так это на которая нравится есть так которая очень нравится ты женат нет привет наш диванный критик да я кстати веду репортаж с дивана думаю скоро так будет всегда ты всем носки в рот запидаешь только что отвечал господь кости не тупой значит не смотрите эфир молодец вот это ты правильно сказал это ты правильно с тобой реально встретиться я же тебе говорю вот вот все вас в жизни все возможно в жизни все возможно а что за реклама конкурс выгод реально или развод ну а чё там чё там нереального все просто люди занимаются обуви хотят чтобы у них было побольше подписчиков чтобы о них побольше узнала людей их страница их а их работе так скажем а их магазине все просто реальные подарки ничего сложного нет мы будем выбирать просто из комментариев пальцем тыкать и будем выбирать победителей вам нужно сделать три минуты сделать и получить шанс выиграть эту обувь что сложного ящи не понимаю зайдите на регистрируйте бренд 54 так про носки меня да пожалуйста если хотите могу устроить с гостью сообщать по дружески или пост прекратили общение мы по-дружески не сможем с ней общаться потому что у нас слишком много противоречий мы не общаемся совершенно мы какая-то марка машины тойота лэнд крузер праду самый влюбленный гад нет я кстати люблю людей больше у себя себя тоже конечно и любому совету полюби себя мне помаши хорошо я помашу сейчас тебе ногой тебе машу помахал тебе ногой где пёс твой пёс пришлось отдать его к сожалению рой классный был парень ты очень похож на певца даже ака это кто такой я не знаю это кто такой это кто такой я не знаю такой кости преды с хабаровска привет а кто сказал что он прям всем нужен тупо по кайфу заливает согласен а кристина рискает рискает прикольно симпатичная девчонка я не знаю у них там что-то сведе нормально все вроде дело-то не в этом что нравится не раз она симпатичная интересный как человек собеседник я им желаю свете самого хорошего тебе понравилось в Калининграде да классный классный городок уютненько там твое самое лучшее качество ответственный ответственный очень ответственный человек привет молдова мы тебя смотрим МОЛДОВИЯ привет с Лискоекцией мог встречаться нет ты красивый от красивых мало толку нет мужчина не красивый я не красивый мужчина мужчина должен быть надежным в первую очередь и и все покажи соски и иди в жопу Костя видео да что кстати муравьи сдохли действительно зачем тебе девушка у тебя даже муравьи не выжили согласен муравьи сдохли даже с мураеви я не справился а говорю что ответственный на самом деле я к ним отнесся халатный потому что написано было что они выживут при любых условиях что если бы будет вода я вроде воды много налил что видимо не хватило писали не ответы не прияты пишите еще пишите еще я так рада что ты ушел от Саши она тебе не достоина вот это да никто не это было обоюдное желание никто ни от кого не уходил мы просто просто как он не уходил мы просто приняли решение и долго долго туда-сюда тянули этот канат наконец-то это свершил с чуем общаетесь конечно общаемся с чуем Андрюха занимается стройкой все у него нормально все у него нормально слава богу так-так-так отключился компьютер что-то поберем кто тебя учил готовить мама или жизнь 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 и отец я смотрел как отец готовит это было не сложно закидывал все что есть и в сковородку поливал маслом чеснока туда и вот я бы его и вот готова доброй ночи константин вяжи с играми но только значит только развязала вы говорите уже завязан на данка похож а хочешь вернуться на проект на месяц на сейшелы на море я бы съездил бы с красивой девушки отлично историю появления крестика нательного рассказывали хорошо нет ты красивый спасибо господи облизали меня всего так спасибо за ответ так коси потряси чешуей откуда она у меня чешуя еще рыба тебе что ли на вопросы так ты не отвечай я на все вопросы отвечаю отвечай еще раз пиши что на цепочке на шее на шее у меня крестик кстати я поймал себя на мысли что эти все все было подарено и крестик и кулончик был подарен крестик подарен был одним человеком кулон был подарен другим человеком кстати может быть что то это значит с кем общаешься с домом 2 ни с кем не общаюсь самый мой любимый участник на проекте а и молодца вот этот у тебя есть вкус явно не только милый но еще наглый брутал может послать далеко не знаю видели так тебе нравится когда тебя посылают что ли маргарита иди в баню отсюда зачем ты при прикидываешь человеком бестолковым ладно что то походу не то пошло да у нас разговор не складывается поэтому если бы вернулся на проект то кому бы пошел с девчат я бы пошел бы к орловой к орловой пошел бы водителем сколько тебе лет мне 33 года я уже взрослый мужчина хотел бы ребенка я бы хотел бы девочку заведите мне девочку пожалуйста ребенком так кося стань рэпером певцом про чем мы будем читать про жизнь говно меня бросила телка йоу сегодня плохая погода снег а у меня летняя резина говно мне нету бабок где купить резину че делать пойду воровать пойду в переход гопать народ глуп в народ повтор Tanzi йоу вот такой рэп как вам чуваки так Костя тебе нравится кто тебе нравится из дома есть девушек мне нравится кто дома responsabil мне нравится я от него без ума оля тебе ты же общаешься с Розой как она тебе Роза не общаюсь привет, передай, пожалуйста Роза просто попросила меня мы общались, общались и я ей говорю, иди на проект, там тебе понравится мне кажется, это твое место и я ее направил как-то вот через кастинг-службу ее пригласили и она мне все время спрашивала как, что тут, как, что я ей рассказал, что главные постулаты проекта что нужно быть искренней доводить дела свои до конца и по 500 раз на дню не менять свое мнение держать позицию и у нее получилось, и она сейчас вот там уже, я думаю, надолго ну, дай бог все от Рапунцель привет, все от Рапунцель привет привет, Рапуха Рапуха привет Рапуха привет а Черно, Черно это жирное жирное пятно на репутации проекта как относишься к чеченцам к чеченцам как относишься ровно отношусь подстригись, урод, тебе не идет хорошо, уродина хорошо, подстригусь, уродина но Привет в Бобруйск. Приеду в Бобруйск. Говорит, приедь, приедь. Сколько мне лет? Мне 33 года, мать ваша. Какого цвета трусы? Я бес, как обычно, вы еще не знаете, что ли. У тебя богатый внутренний мир. О, боже. У меня просто там космос, вселенная. Костя, дружить будем? Привет, Алина. Меня зовут Костя. Давай с тобой дружить. Я буду твоим другом, хорошо. Тебе нравится Ира Пинчук? Ира, прикольная девчонка. У нее такое baby face. У нее лицо. Мне кажется, она интересная. Но она как человек, как ребенок интересная. Мне кажется, с ней очень проблематичное отношение строим. Харизматичный ты, однако. Это точно настоящий рэп. Настоящий рэп от настоящего уличного парня. Константина. О май гад. А ты меня не видел, чтобы говорить. А я вот тебя, урод, вижу. Непосредственно. Ах ты, сука. Я тебя запомнил. Я тебя найду и тебе спортивный достану. Я вычислю твой IP. И тебе будет просто пипец. Ты поняла? Животное. Это так. Мне кажется, Гозис для тебя... Мне кажется, Гозис для тебя выставляет голый зад. Я не видел голого зада с Гозис. Вы что? Вы что? Нет, нет. Знаете, сколько у меня тонн гигабайт в видео с Александрой где-то валяется? И с открытой, не открытой задницей. Для меня это не нужно делать. Я что я там не видел, как говорится? Ты такой стрёмный. Вот такой, да? Ну иди тогда отсюда. Ты, Олька. Бэбифейс у собак. Бэбифейс? Ну, бэбифейс переводится вообще это детское лицо. Не знаю. У собак детское лицо. А у Иры не может быть, да? Ну, ладно. Как продвигается бизнес? Сантиметровыми шажками. Гозис, тебя недостоина. Если честно, как шла? Какая тебе нужна лучше? Ну, если не то, что там лучше, хуже. Если про Сашу говоришь, то она просто получает того, что не получила в молодости. Вот и всё. У тебя висит прямой эфир тупой. Почему я читаю твои смс? Скажи, ты. Ты. Маразота. Почему я читаю твои гнилые смс? Так, Костян кидай через список тех, кто на тебя гонит. Так, слышали? Всё, угрозы. Кто, короче, на меня гонит, я всех вызываю по адресу. По адресу. Красная площадь, Мавзолей. Там встречаемся завтра, в обед буду глушить по одному из всех. Ничего, он не урод, нормальный он. Да, да. Привет, привет, тупой. Я тебе не вы... Ах ты, сука. Всё, у Мавзолея. У Мавзолея, Мразота, встречай, будем загибать тебе буквы. Ты продал душу дьяволу за бабки? Ты б, б. Давай, как будет конкретно предложение. Мы обсудим этот момент. Сейчас об этом смысл говорить. Так, это провокация. Да, она, понимаете, она шутит, она шутит. Она хочет вызвать на себя просто артиллерию. А потом сказать, я же пошутила, знаем мы таких. Привет, тигр. Всех привет. Привет, дьявол. Дьявол. Так, Костик, красавчик просто. Я такой, чёрт побери. Да, Маза? Да, побери. Горячий. А почему ты лежишь? Я могу встать только ради вас. И хорошие советы даёшь. Конечно, у меня 33 года. Я уже ставить пень. Жизнь видал уже. Развод. Ребёнок. Какие-то дела, движухи. Я от бабушки ушёл. Я от дедушки ушёл. И вот все вот. Понимаете? Поэтому у меня есть жизненный опыт. Обращайтесь, друзья. Обращайтесь. Ты очень нехороший. Но ты уже изменил. Ты сказал, я говно уже нехороший. Но ты стала ласковей. Ты стала ласковей. Но сделал. Ну, конечно, нет. Но так же он меня на бок и смотрит. Ну, вы что в самом деле. Так. Давай встретимся. У мавзолея сказал, загибайся буквой ЗЮ. Буду тебя учить жизнь тебе. Я приду с ремнём. Буду тебя колотить. Зачем ты отвечаешь, ты тебя оскорбляет тем же? Ты считаешь, это ум с твоей стороны? Вот девушка, как вас зовут? Умная. Которая такая умная. Сам брат. Сам брат. Сам брат. Если вы не понимаете, я разговариваю здесь абсолютно с юмором. Надрывисто. Дабы вы не устули. Только поэтому, наверное, мы так вот общаемся с вами. И потому что мне, наверное, чуть-чуть скучно. Всё. Ты бухой. Ну, конечно, как обычно, я в говно. Ты сегодня выпивал. Ну, конечно, я вот говорю, пью воду. Я вот сейчас пью. 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 Воду пью. Воду. Как обычно воду пью, друзья. Ну, как обычно воду. Ну, что ж я выпивал-то сразу. Ну, а где твоя бывшая жена? А бывшая жена где-то, где ей хочется быть. Вот она там. Долго отходил от Саши. Это происходит так. Привет. И ушёл. И пока. Два шага назад. А юмор тупой. Подстриги, сирот. Да иди ты в задницу. Я не буду её подстригаться. Понятно. Вот на зло тебе не буду. Так. Ну, когда теперь выпиводись, чтобы горе... Горе не просохло. Да. Я сейчас выпиводись, потому что я уже наговорился здесь. Так. Не обращай внимания. Ты клёвый. Слышала, да? Ты, курица. Что не сделаешь нос? Кстати, у меня вот есть предложение. Предложение сделать нос со скидочкой. Со скидочкой. Вот. Не нужен он мне. Вот не нужен. Не нужен. Ну, храплю я немножко. Ну, ничего страшного. Ну, правда же. Главное, человек хороший. Понимаете? Хороший. И не буду я делать нос. Так. Ну, собственно, вот так. Давай Дом-2 смотреть. А что, идёт, да, уже? Ну, конечно, надо посмотреть Дом-2. Уже сто лет его не видел. Давайте посмотрим Дом-2 о чём-то. Сколько времени? Сейчас будем. Мужик на диване будет сейчас комментировать Дом-2. Вот. Он идёт? Нет? Во сколько? Начинается он там. Господи, боже мой. Сообщить о проблеме. Так, что-то работает. Что-то такое. Так. Так, посмотреть, кто у нас в этот... Хочет в эфир. В эфир кто-то хочет, да, говорить? Ещё больше заботы. Так. Дарья вот хочет, да, девочки ещё хотят так. В другой раз. Долго рука в него? Долго. Вообще получилось где-то около 50-60 часов. Это долго. Слушай, как читаешь? Гобозов руками машет хорошо? Что, за время проекта ни разу правый залежал. Вы чё, чё за вопрос вообще? Я чё-то... Загобозов вас вижу, как он там руками машет. Ну, вы даёте. Пригласи-ка мне в гости к себе. Приглашаю тебя. В гости тебя зову. Так. Не делая носку, если будешь некрасивый. Не называйте мужчину красивым. Это неправильно. Мужчина не должен быть красивый. Через 5 минут. А, через 5 минут будет проект. Давай сейчас будем комментировать. Это ты с Красноярского взял проект с Костяном в постели? Нет, Костян на диване, короче. Костян будет не... Не в постели, а Костян будет на диване. Вот. И на массажере, короче. Вот здесь массажер ног, диван. И всё чётко. Вот так вот. Так. Всё, поехали. Так. Так, так, так. Всё. Там неинтересно, я сегодня уже смотрела. Так. Спой что-нибудь на ночь. Я только рэп читаю. Собственно, сочинение. Фристайлер. Поэтому, извини, я не пою. Мой папа говорил, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Папа, красавчик. Папа, молодец. Так и должно быть. Как это не должен? Должен с уродом должен? Нет, он не должен быть уродом. Он должен быть симпатичной обезьяны. Должен быть ответственный, заботливый и надёжный мужчина. Вот. Всё остальное не важно. А всё остальное, ну, дала природа, дала, здорово. Нет, так, ну, что же делать. Какой твой любимый алкоголь? Водка. Но пить нужно в умеренных количествах. Очень умеренных. Вот. Вообще, всё вред, всё яд в яд. И лучше не употреблять вообще. Так, засчитайте, что я фристайл... Я могу только зафристайлить. Я пью воду газированную, массажирую ноги и смотрю ТНТ. А ты иди спать. Вот такой рэп. Так, Козя, что за чудо тебе пишут секс и движухи? Я не понял. Я про что вы говорите? Тебе бы найти Фиону. Мне надо русалочку. Русалочку нужно мне. Сколько грамм цепочка? Полкилограмма где-то так, я не знаю. Ну, что-то вроде полкилограмма. Костя, привет. Есть тебе вопрос. Номер твоего телефона тот же? На ТУ ТВ. Тот же? Тот же? Пиши. Ты чего такое дерзкий? Время еще детское спать. Я тебе говорю спать. Я папа приказал. Папа сказал спать, значит спать. Сказал папа, бурундук птичка, значит птичка. Спать. Так, ты чего щуришься? Так, ты меня обижала, мне вопросы тебе не задавай. Все, я на твое вопросы отвечаю. Так, ага. Сосал долго на нее. Что делал? Сосал. Что? Кого? А, на цепочку, господи. Пока пойму, что это тупица пишет. С Чуем общаешься? Конечно. Вот как двигалась эта картина. Я был как художник. Лепилась по стене любовь, которая, как мне казалось, я выдумал сам. И она получалась. Цветы те, которые мне не давались. И под солнцем они там валялись. Так нет, не пылились. Их просто не брали цветы едкой боли, любовной печали. Цвета, цвета крови гущие. Вот идет передача, как называется, господи. Где там поются, угадывают песни. Это для вас было, друзья. Тупой. Ты что, долго до тебя доходит? Да не говори. С Ебаровым на самом деле такая дичь. Ебаров конкретная падла и чмо. Это ты, тупица, жесть пишет. Хорошо. Почему не отвечаешь, обиделась? Все, я был оскорблен вами, извините, мадам. Привет с Литвы. Литва, привет. Вы смогли бы вот так вот прокричать? Вам нравится вот эта передача? Отдамыйте. Куда у него это? Видели у него какая прическа модная? Луковица. На башке луковица у пацана выросла. Корешок какой-то. Прикинь. Луковица на голове у человека. Ёлки-палки. Это палец. Муда какой-то. Это этот? Как его? Как его зовут-то, господи? Забыл, блять. У него модно. А я тоже себе луковицу сейчас делаю, понятно. Вот. И все. И все. Я тоже буду модный. Скруджи. Да, да. Скруджи точно. Красава. Не хочешь себе такой? Вот придумаю сейчас, да. Вообще, делаю прическу, чтобы нельзя было скатить за волосы. Уже отросло. Надо идти подстригаться. Гозья скричит. Бля, реально похоже. Думаю, на кого напоминают. Слушай, мне. Реально похоже. Слушай. Я пьяный. Опять пьяный. Интуиция тоже прикольная. Да. Знаете, как-то приезжал, так скажем, продюсер с руководством на проект «На поляну». И у нас, с нами мы с ним отдыхали на поляне. Они какие-то там проекты, разговаривали о проектах. И он говорит о том, что, конечно, так сказал, чтобы всех обнадежить, там, участников, наверное. Скоро мы будем посещать там вас, как сказать, конгломерация, когда звезды ТНТ, там, Скаймеди, будут ходить там, сериалы, будут ходить на проект, а мы как проекты, с проекта люди тоже, как медийные, будем посещать там всякие их там программы вот эти, интуиции и все остальные вот эти вот телепередачи. Но так и не получилось, черт побери. Потому что как-то почему-то «Дом-2» как-то не в почете. Только вот ведущий, вот Ксюха, вот выбирается с Бузовой. А в основном, конечно, тяжело туда как-то выше подняться, к этим, к масонским, к масонским историям эти. Вот, потому что говорят, говорят, что в эстраде, что попасть на эстраду, туда, быть там в топах, это тоже там нужно чуть ли не обряды пройти определенные. Но мы не готовы к этому. Привет, Костя, привет. Твое видео, вот это круто, прям реально от души. Твой ролик про бокс мотивирует начать опять заниматься. Вот это реально круто. Если это так, то я прям рад, что я его сделал и запарился над этим, это здорово. Кого замотивировал этот ролик, это я счастлив от этого. Гриценко, ну Гриценко, если дырочки разработаются, то пробьется, да. Все, Дом-2 начинается, давай. О, Дом-2, ептить. Так. Вчера Никита построил дом. Вот она, Бэби Фейс. Пошел нахер. Кадони, нюхай пятку. Всегда хотел это сделать, черт его бери. Кадони, нюхай пятку. Разбивает, разбивает спор. Снизу руки, снизу, друзья, снизу, а не сверху. Ёлки-палки. Настю, скучный и пассивный. Серьезно настроен от всей стыны. Ты хочешь, чтобы это было на долгой, но понимаешь, что у нас здесь скучно просто елка. Господи. Парни не могут определиться, брать ее или подождать. Тебе нравится Пинчук? Пинчук нормальная, симпатичная девочка. Ну, мне кажется, она такая. Вот она. Ладно, не будем про Пинчук. Так, Кадони, пяточник. Кадони только что облизал мою пяточку. Слушай, как вот Алиана вообще начала общаться вот с этим парнем? Я не пойму, как вот. Они общаются, да? Целуются даже, обнимаются. Ты же мать, Алиана, как ты можешь? Ты же мать, елки-палки. Алиана, ты же мать. Ты что, ляжки-то си показываешь на всей телевизоре? Ты дура. У тебя камера говно. Такое же, как и ты. Нет, это не камера, это ты. У тебя глаза говняные. Слышь, животное, сама ты говно. Согласен, гаси ее. Так, что происходит? Алиану опять уже кто-то другой мацает. Так, это что такое? Алиана, ты же мать, как ты могла? Ладно, короче, это не очень интересно на самом деле, потому что меня там нет. Я этим не болею абсолютно. Это неинтересно, честно. Даже не знаю, что сказать там. Я никого не знаю просто. Ты знаешь, что твой бывший уже полгорода Калининград? Знаю, знаю. Знаю, знаю, знаю. Знаю. Она активничает, активничает. Я наслышан. Это Серега тракторист. Тракторист, красава. Алиана больше пуха накидывает на себя. Ну, слушай, мне казалось, что она больше такая какая-то. Более такая. Правильная, что ли. Может быть, понравился человеку, что бывает. А твоя Гозия, старая мать. Вообще отвратительная. Вообще матери. Дожди сидеть дома с ребенком. Я согласен. Передай привет Оле с Ростова. Оля с Ростова. Тебе прям вообще прям вдес на тебя. Слушайте, ну просто мать-мать как бы. Дело не в этом. Я пошутил на самом деле. Если есть возможность и ребенок находится там в каких-то там, не знаю, в бабушкиных надежных руках. Ну, почему нет? Это уже личный выбор. Как скажем, мамы, родители там. И это нормально приходить на Дон Вайс, если ты адекватный парень, что там делать? Слушай, ну жизнь по-разному распоряжается своими направлениями, дорогами в жизни человека. Поэтому пути Господни неисповедимы. И если так вот получилось, то тому оно и быть. Привет из Севастополя. Привет, передай привет Чебоксары. Всем привет. Девушка, которая тебе нравится, знает о твоей симпатии? Конечно. Конечно. Конечно же. Что думаешь по поводу Черно и Йоси? Ну, я думаю, что это за люди, во-первых. Вот что я думал. Ты что за пасторёта, Костя? Ну, потому что годы-то берут своё. Понимаете? Годы берут своё. А Черно это вот эта жирная корова, которая, да? Ну и ничего страшного. В 20 лет быть неприлично такой неухоженной девушкой. Так. Привет из Казахстана. Привет, Казахстан. Привет. Так. Там сейчас смотреть не на кого. Давай на проект. Слушайте, меня не берут на проект. Я просился. Я ночевал под дверьми у Ольги Бузовой и у Кадони. И просился, чтобы они взяли меня на проект. Но они сказали, что я не достоин даже на каточка Кадони, чтобы попасть туда. Кадони сказал, что я должен ему ночь, его должен отшпили-вилить Кадони. Но я отказался. Я не готов. Вот. Лискес расстался со своим парнем. Не знаю. Мне кажется, нет. Я не знаю. У них просто такие вот свободные отношения. Я не знаю, честно. Как тебе занесло на Дом-2? Странно. Кажется, не твой формат. Я же еще раз говорю. Пути Господни неисповедимы. Аминь. По-разному, не по-разному. Это борщ. Там делать нех адекватным пацанам. Что такое адекватный пацан вообще? Что такое адекватный человек, адекватный пацан? Что такое значит? Ауе, что ли? Вот это адекватно. Передай привет Надюше из Белоруссии. Братский белорусский народ. Вам всем привет. И Надюше тоже. Дорогие тренировки у Липового. У Липового в субботу бесплатные тренировки. Ну, там больше как на физику. Там нету, там техники бокса нету. Если ты что-то умеешь, то ты как бы ходишь. А если ты ничего не умеешь, то ты ходишь тоже. Но ты просто тренируешь физику. Физику. Выносливость. Там, конечно, он дает кардио такое неплохое. Насчет черно согласна. Просто позор. Так. Я крокодил, крокожу. Эй, буду крокодить. Ну, все. У всех сейчас это зависнет просто. Зачем ты это сказал? Привет. Приходи на 1 на 2. Я только же сказал, что не пускает нас быть. Привет из Сталина. Привет. Передай приветик в Эстонию. Эстония. Вам привет. Вы же с Ваней. Под Копрой. Так вот, роем потихонечку. Роем, роем. Не туда зарыли, зарыли. Отрыли. В общем, на соседний коттедж. Вот, получили пизделей и назад вернули. Сейчас роем новый. С кем общаешься сейчас на проекте? Ни с кем не общаюсь. Привет. У тебя есть в данный момент отношения? Ну, возможно. Возможно. Тяжело на проект попасть? Нет. Не тяжело. Очень легко. Бро, привет. Слушай, без меня там тихо. Да без меня и со мной там было тихо. Я-то что там, конфликты какие-то устраивал, что ли? Я жил в своих отношениях. Думал, что это по-настоящему. И как-то так. Я что там? Выходил. Ага. Сейчас мы здесь кого-нибудь разнесем. У меня не было такой задачи. У меня была задача разобраться в своих отношениях. Оно мое или не оно? Оказалось. Думал, что оно. А присмотрелся. Идиот. Вот так. Так. Ты давно в спорте? Всю жизнь. Всю жизнь. Так. Адекватный пацан как минимум не приходит на Дон-2. Как минимум. Слушай, ну это что такое? За ярлык. Что за ярлык? Не приходит человек на Дон-2. Это перестанет. Это все. Это шляпа. Докажи как-нибудь конкретным фактам. Почему не приходит на Дон-2? А куда приходит? Адекватный человек, куда пацан приходит? Куда? Куда приходит адекватный пацан, если не на Дон-2? Куда? Давай. Куда угодно, да, сейчас скажешь? Ну давай. Я тебе скажу еще миллион мест, где есть люди, куда ходят. Похуже, чем Дон-2. Гораздо. И ничего. Считается потом приличными людьми. Песком барыжешь. Да, есть такое дело. Вот песочком, песочком. Песочный барыга, да. 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 Ебаров, видать, от шпилы Кадони отсосал у Бузовой. Именно вот отсосал, правильно вы говорите, у Бузовой. Вот так все и было. Ее флейту. Кость, когда приехал? Куда приехал? Откуда вам? Я вам все расскажу, только спрашивайте. Ну, надо там некоторых поставить на место. Я не учитель жизни, жизнь научит. Что значит поставить на место? Я кто такой? Я же тоже просто человек. Так, ты поменял аватарку, и ты думаешь, что я тебя не заметил, да? Чучело. Вот ты курица. Вот курица. Так. Да ничего ты не пропустила. Ты отходила, но я пропустила. Ничего не пропустила, все так же есть. Костя, привет в Израиле. Израил, привет, как ваши дела? Привет с Украиной. Украина, привет. Вспомнил анекдот, когда сказал, получил пиздюли. Ну, рассказывай давай. Кто с тобой с уродом будет, фу, согласен. Кто со мной будет, вот, буду один. Кстати, к такому одиночеству ты тоже привыкаешь. И, в принципе, уже думаешь, а кто тебе нужен вообще? И зачем? Зачем? Как тебе Лома? Лома красавчик. Вообще, Лома, конечно, это Лома, это очень круто. Это очень крутой чувак. У него такой бокс. Просто космос. Ты типа крутой, но типа Ганс-то, да. Типа там хулиган такой, знаешь. Костя, сохрани, пожалуйста, эфир. Думаю, нет. В библиотеку. В библиотеку? Что в библиотеку? А, ходят нормальные люди. Вообще, я сейчас в библиотеке работаю. Ну, да, еще работаю. Я видел, кстати. Пары библиотек. В библиотеку ходят приличные. В библиотеку ходят студенты, наверное. Или кто-то ищет какие-то архивные документы. Ну, да, приличные люди, согласен. А еще кто куда ходит? Почему решил идти на проект? В поиске себя. У меня досталось 2 минуты эфира. И мы с вами будем прощаться. Тяжело попасть на проект. Я только что писал, что нет. Блин, Костя по-братски посоветует сын спортивную акробатику. Год проходил, а далее на Кудо 4 года занимался. Нравится очень. Выступал, вместо занимал. А сейчас переехал. А что посоветует, друзья? Что вам посоветует? Ну, вы молодцы, что Кудо отлично вид спорта. Развивает абсолютно все. И страха нет. Потому что маска. Они прям в харе другу бьют там жестко. Кудо отлично спорт. Мне нравится Кудо. В голове адекватный мужчина не будет прийти на проект. В нормальном кругу над тобой бы поиздевались. Слушайте, у меня нормальный абсолютно круг был и есть. Абсолютно адекватных людей, взрослых. Не каких-то оленей. С которыми я обсудил этот момент, что это развитие, это кругозор, это что-то новое. Если для тебя новое, это познакомиться, не знаю, там, с какими-то людьми, там, не знаю, из черной масти, то это твой интерес. У тебя другие. Расширяй свой кругозор, братан. Это не стрёмно сходить куда-то, посмотреть что-то. Узнать, как там происходит. Дом-2 это не только дом-2. Смотри шире. Люди, которые делают, как это делается, что происходит внутри. Кто, я знаю, самого главного хозяина проекта. Это настоящий олигарх-человек. Я жал ему руку. У меня есть его номер телефона. И это круто. Это круто, что я знаком рукопожат с такими людьми. А ты рукопожат с какими-то помоечниками. И это, как бы, говорит о тебе. Поэтому, друзья, 9 секунд, 8, 7, 6, 5. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Всех обнял.